За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении идут позиционные бои. В самом Харькове были нанесены ракетные удары по позициям 92-й отдельной мотострелковой бригады нацполка АЗОВ. Ликвидировано более 100 украинских военнослужащих и иностранных наемников. На Изюмском направлении российские войска после взятия Нарцовского бора развили наступление на село Залиман. Однако украинские войска смогли отразить атаку. Ввиду значительного пополнения резервами, украинские войска вернули контроль над селом Нарцовка. Российскими ВКС были поражены цеха заводов Фермаш в Славянске, где располагалась казарма ВСУ. На Луганском направлении продолжаются бои в промзоне поселки Белая Гора, а также на территории Лисичанского НПЗ возле Малорезанцева. Российские подразделения форсировали Северский Донец в районе Приволи и смогли закрепиться на данном участке с целью выхода на Белогоровку и физического отрезания трассы Лисичанск-Белогоровка-Северск. На Донецком направлении, несмотря на изначальные заявления о взятии КДМ, украинская группировка с значительным превосходством в количестве личного состава смогла вернуть под контроль данный населенный пункт. Канал питания для ВСУ в Углегорскую ТЭС через КДМ возобновлен. Командование ВСУ считает, что войска ДНР планируют наступление на Семигорье. Соответственно, украинская армия укрепляет оборонительный укрепрайоны в этом населенном пункте. Ясиноватая подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ. В районе Угледара, несмотря на затухающее наступление украинской армии, село Никольское перешло под контроль ВСУ. В районе Шевченко войска ДНР отбросили назад противника. На Николаевском направлении, в районе Первомайского, произошла ощутимая потеря украинских штурмовиков, пытавшихся атаковать российские позиции. Было сбито три штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8. В Очакове и Солончаках тремя крылатыми ракетами были нанесены удары по местам расположения личного состава Центра специальных операций ВСУ. Украинская армия нанесла удары американскими ракетами «Хаммерс» по городу Перевальску. Напомним, что американские реактивные системы залпового огня прибыли на Украину на прошлой неделе. В Днепропетровске российская армия нанесла удары по цехам и складским помещениям электровозостроительного завода. На территории Курской и Белгородской областей минувшей ночью были сбиты украинские беспилотники. Жертв и пострадавших нет. По остальным фронтам без особых изменений. Редактор субтитров А.Семкин